ребят всем привет с вами владимир шемит ваш travel advisor и в этом видео у вас будет подробная видео инструкция как получить х с код для посещения турции соответственно смотрите в чем суть именно в этом видео вы не увидите моего фейса и не услышите какой-то воды которая встречается во многих других видео и которая собственно говоря не нужна туристам какая-то такая информация принципе что собственно говоря может быть она и важная действительно но туристу особо с этим заморачиваться не нужно потому что именно туристу нужно форма которая заполняется и как же ее заполнить для того чтобы получить х с код который вы видите сейчас на экране это уже готовый с код это х с код моей супруги которая недавно вернулась из турции а я только сегодня отправляюсь турцию и именно на моем примере мы разберем подробно в видео что куда вводится какие данные вводятся и как это все работает потому что у некоторых туристов при заполнении этой формы возникают какие-то проблемы или еще что то вопросы поэтому чтобы вам было все понятно все детально разбираем в этом видео как заполняется эта форма они какая информация связана с этой формой и так первое что нам нужно нам нужно перейти на сайт где заполняется эта форма ссылочка на сайт где заполняется эта форма будет в описании к этому видео так что кому нужно заполнять эту форму переходим в описании к этому видео и нажимаем на ссылочку либо копируем но лучше нажать на ссылочку вас перекинет сразу на этот сайт дальше значит что тут на этом сайте мы имеем мы имеем английский язык если кто-то понимает хорошо английский оставляем английский нажимаем ok если кому-то удобнее это на русском делать как правило это удобнее на русском то есть ну тут видите варианты языков какие есть значит выбираем русский и тут корявенький перевод нажимаем ладно вы попадаете на форму значит на этой форме есть некоторая информация то есть надо заполнять эту форму не более чем за 72 часа до времени вашего вылета в турцию и тут есть поля которые вам нужно заполнить значит несмотря на то что информация вот написано тут на русском языке вы заполняете латинскими буквами все заполняете латинскими буквами как у вас в загранпаспорте и так вот у нас имя фамилия пол тип въезда номер паспорта место проживания национальность название компании адрес электронной почты номер телефона дата прибытия значит имя фамилия где вы это берете вы берете это с вашего загранпаспорта у меня всегда загранпаспорт есть телефоне то есть в google диске и собственно говоря вот ну это мой паспорт мы берем отсюда данные то есть вот наша фамилия шемит моя фамилия переходим в принципе сюда и собственно говоря начинаем заполнять кроме того мои данные также есть всегда в google диске поэтому мне не нужно ну собственно говоря я просто это беру и копирую копирую и вставляю все это форму то есть фамилию мы вставляем фамилию дальше имя мы копируем вставляем в поле имя пол мы выбираем из списка если вы женщина значит выбираете женский пол если мужчина выбираете мужчину дальше тип въезда тут тоже есть список значит я туда лечу в турцию самолетом соответственно я выбираю воздушным путем самолет номер паспорта номер паспорта у вас есть в вашем же гранд паспорте значит вот он fe461402 это мой номер паспорта он тоже у меня естественно есть в данных уже подготовленных я его просто копирую чтобы удобнее было все это так тут мы удаляем ненужные пробелы которые могут быть так место проживания место проживания именно на первой вкладке вы выбираете вашу страну где вы живете то есть я живу в украине соответственно я ищу украину она где-то тут так принципе кстати удобнее это все делать на компьютере ребят то есть можно это все делать на телефоне все будет аналогично как вы видите это сейчас на своих экранах но мне удобнее это естественно делать на компьютере национальность тоже выбираете украина тоже там в алфавитном порядке все это значит наша украина украина все выбрали украина название компании здесь вы вписываете название авиакомпании на которой вы летите вот примеру я лечу на sky up sky up airlines соответственно я увожу именно название авиакомпании который с которой я на которой я буду лететь тоже принципе если у вас нет в электронном формате вы это все набираете вручную я просто это скопировал адрес электронной почты выбираете ну вводите ваш адрес электронной почты у меня просто google заполняет все моей почты и соответственно но у меня уже тут есть то есть можно вводить вручную как бы если у вас есть заполненная в google информация то google вам подскажет ваш адрес электронной почты значит телефонный номер вы вводите свой личный номер телефона только не забудьте перед тем выбрать код страны которой вы проживаете ну к которому относится ваш номер телефона я живу украине у меня мобильный оператор украинский соответственно я ищу в списке украину пролистал вот наша украина и ввожу свой номер телефона то есть плюс 380 уже есть я только ввожу остаточный номер 66 307 9 все готово дата прибытия дата прибытия ну сегодня у нас 4 мая а я прилетаю в турцию сегодня ночью в час 30 ночи то есть 5 мая то есть все как у вас в вашем авиабилете вот смотрите ну опять авиабилет может быть у вас немножко другой формы я вам показываю на своем примере значит вот я 5 мая вылетаю в час 35 ночи соответственно прилетаю я в 4 15 утра тоже 5 мая дальше номер рейса номер рейса тоже указан у вас в авиабилете мой номер и рейса пкью 4363 опять-таки либо вы это если у вас есть электронный билет вы копируете собственно говоря либо просто вводите вручную я беру копирую и вставляю эту информацию в это поле все готово тут мы все заполнили видите внизу ничего нету там собственно говоря нажимаем кнопочку следующий вот она красненьким подсвечивается дальше опять нас перекидывает на следующую на следующий этап и тут мы опять заполняем все обязательные поля но эта информация касается уже пребывание именно в турции и тут мы выбираем значит я прилетаю в турцию в анталию отель мой находится в седэ значит мы выбираем анталию и списка ребят тут у вас возникает сложности на этом этапе вот смотрите неважно отель у вас кемере у вас в билете либо еще там в любом каком-то другом поселке или городке выбирайте анталию дальше значит и следующее поле у нас район тут вам нужно выбрать в район которому которым расположен именно ваш отель примеру у меня сипланет значит он находится в мановгате и я выбираю мановгат дальше телефонный номер опять тут мы вводим именно ваш личный номер телефона номер телефона у меня украинский соответственно я ищу код украины так где же он есть так так еще ниже 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 есть выбрали код украины адрес адрес ребят вы вводите просто название отеля значит название отеля у вас есть в ваучере ваучер туристический ваучер он выглядит примерно вот таким вот образом давайте мы чуть-чуть уменьшим его вот он так вот так вот он выглядит то есть он состоит из трех одинаковых частей ну я думаю эту информацию вы знаете все возвращаемся давайте к названию отеля значит вот название отеля моего в котором я буду проживать все один сипланет 5 звезд берем его либо копируем и вставляем в то поле либо мы его просто вводим вручную так я просто скопировал ввожу вручную есть все и тут мы нажимаем добавить адрес и нажимаем кнопочку следующий тут у нас третий пункт посещенные страны где вы там какие страны вы посетили ну наверно за последние 10 дней а да вот выбери страны которые вы посетили за последние 10 дней опять либо вы выбираете свою страну так наша страна украина и нажимаете следующий вот ну собственно говоря я так сделаю все мы попадаем на форму значит давайте чуть побольше сделать на форму где отображается та информация которую вы вводили в этой форме соответственно вот смотрите есть имя то есть фамилия пол номер серия паспорта значит место проживания где вы живете национальность я украинец дата прибытия 5 05 телефонный номер адрес электронной почты и тут у вас уже информация об адресе проживания где вы будете жить то есть тут вы выбираете ну не выбираете тут вам показано то что вы вводили анталия район мановгат и отель в котором вы живете посещенные страны выберите страны которые вы посетили за 10 дней собственно говоря это просто информация нажимаем сохранить все готовый результат вот он ваш кс-код вот он и что вам нужно дальше сделать а сделать вам нужно дальше то что нажать просто кнопочку скачать нажимаем скачать у меня на моем компьютере дальше идет путь сохранения куда он сохранится этот файл если вы на своем компьютере делаете значит у вас ну ваш будет формат пути от сохранения ли если вы делаете на телефоне ну собственно говоря он идет в загрузочные файлы ну смотрите я нажимаю сохранить то есть у меня уже папка готовая в блоке турция то есть тут мои все документы по турции и я нажимаю сохранить нажали сохранить и вот он файл скачаны я его нажимаю открыть и вот он готовый файл то есть вот этот хэс-код я его сейчас выделил на экране сереньким цветом соответственно это ваш хэс-код который вам нужно для того чтобы вас пустили на рейс это начинается проверка этого хэс-кода на рейсе ну а дальше все уже зависит от того как вы собираетесь перемещаться по турции вот он этот хэс-код в этом файле вот должен открываться на вашем телефоне он должен всегда быть доступный имеется ввиду чтобы у вас телефон был заряжен и вы при любом обращении соответствующих там проверяющих могли показать этот хэс-код на вашем телефоне что можно сделать допустим ну если вам неудобно искать это в файлах либо еще что-то в этом роде я примеру это делаю вот таким вот образом я его беру и и просто сейчас отправлю своей супруге в вайбере допустим все я беру его и отправляю в вайбер прикрепить так документы мои документы так загрузки так доки турции и вот он этот файл правильно вроде бы так где он есть вот это да он 412 вот он открыть все он загружается и теперь он просто у меня в вайбере под рукой я его всегда ну с вайбера могу открыть чтобы не колупаться в файлах что дальше ребят это я показал вам пример как он заполняется как это заполняется форма как выглядит этот хэс-код и собственно говоря в принципе на этом все но не полностью все смотрите ребят опять возвращаемся к ваучеру я лечу один вот я один соответственно я заполняю один хэс-код если вы летите семьей супругой вдвоем пример у вас два человека на каждого туриста вам нужно сделать отдельный хэс-код такой вот все точно так же делаете как в этом примере но на каждого туриста на каждый паспорт у вас будет отдельный хэс-код если это ребенок значит для ребенка вы тоже так само заполняете что вводить в ребенка если нету электронной почты у ребенка если номера телефона нет у ребенка вы просто заполняете свои данные ну обычно это делаю я таким вот образом то есть если я буду лететь с ребенком я буду вносить номер телефона свой хотя у меня их несколько поэтому я могу и другой вместе но я буду вносить свой номер телефона так же самое я буду носить свою электронную почту потому что собственно говоря вы родитель вы принципе лицо ответственное за вашего ребенка и собственно говоря как бы ребенок до совершеннолетия может принципе не иметь таких вот данных там адреса электронного почты или телефона номера телефона все ребят на этом принципе как бы все я заканчиваю это видео то есть именно можете сделать скриншот допустим скриншот этого кода как бы если вам удобнее так но в любом случае очень важно иметь скачанный файл вот этот файл который вы увидели на своих экранах принципе если у вас есть какие-то вопросы по заполнению этого х с кода можете писать в комментариях под этим видео я обязательно буду стараться отвечать по возможности потому что я буду сейчас находиться в ближайшее время в турции и очень-то много у меня работы поэтому не гарантирую что ответы мои будут моментальные если у вас какие-то были трудности в заполнении вы тоже пишите какие у вас трудности были в заполнении этой формы потому что очень часто я слышал от туристов что они все вроде бы делают правильно но сервер почему-то тупит или еще что-то иногда не только сервер может тупить иногда может тупить интернет вот тупить может интернет и соответственно из-за этого как бы ну может быть это все происходить дольше либо не с первой попытки но в любом случае если вы с первой попытки не получилось пытаетесь со второй попытки не получилось со второй пытаетесь третьей попытки не получилось третьей попытки бросьте это дело сделайте попробуйте это через час потому что иногда может быть действительно сервер быть перегруженным либо еще что то я думаю когда откроется полетка из россии сервер будет реально перегружен там потому что это нереальное количество туристов которые будут одновременно все это заполнять ну собственно говоря ребят всем спасибо за внимание что вы это посмотрели видео надеюсь я сделал полезное видео поэтому если не сложно поставьте лайк под этим видео и и подпишитесь на канал и нажмите колокольчик желаю вам всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий с вами был владимир шемет до новых встреч пока пока